МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы – торгово-сервисная компания «Макс Интер». «Макс Интер» – всегда в движении. В Октябрьском районе на 4-м километре автодороги Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка водитель управлял автомобилем «Тойота Марк-2», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд проезжей части, а прокинулся. В результате ДТП водитель доставлен в больницу. В Благовещенске на улице Чайковского, 171, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил травмы, водитель с места ДТП скрылся. В микрорайоне Благовещенска из окна выпал ребенок 2014 года рождения. ЧП случилось по адресу Диченко, 2. Мальчик упал с первого этажа. Как рассказал АСН-24, старший помощник руководителя Амурского следственного управления СКР Алексей Лубинский, ребенка увезли в больницу. По предварительным данным, он получил черепно-мозговую травму. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о ситуациях на дорогах города и области, а также о происшествиях. Всем здравствуйте. И о ситуации на дорогах. ДТП на перекрестке Загородной и Северной в Благовещенске. Мазда Дэмио спускалась с Виадукой и намеревалась ехать прямо. Автомобиль Сузуки Серво двигался по Загородной по направлению микрорайону. На перекрестке он попытался повернуть налево. В этот момент и произошло столкновение. Девушка-водитель Дэмио утверждает, что проезжала перекресток на зеленый сигнал светофора. Рулевой Серво же говорит, что поворачивал на желтый. Перекресток попадает в зону видимости камер наблюдения. По записи правоохранителям предстоит выяснить, кто все-таки прав, а кто виноват в этой ситуации. В аварии пострадали двое – водитель и пассажир Сузуки Серво. Им понадобилась помощь медиков. На месте ДТП также работали сотрудники МЧС. Было подозрение, что разлившаяся во время аварии жидкость – бензин. На перекрестке улиц Шевченко и Ломоносова произошло ДТП из-за неработающего светофора и невнимательности водителей. Мазда Дэмио двигалась по улице Ломоносова со стороны 50-летия Октября в сторону Калинина по второстепенной. Водитель такси двигался по улице Шевченко по главной в сторону улицы Октябрьской со стороны Тенистой. На перекрестке они встретились и произошло жесткое столкновение. Повреждения авто серьезные, люди не пострадали. Автомобили «Ниссан Тииде» и «Газель» стали участниками ДТП на Калининской кольцевой развязке. Выезжая на кольцо со стороны улицы Магистральной, водитель «Ниссан Тииде» остановился пропустить движущийся по главной транспорт. Водитель «Газель» не успел среагировать и допустил столкновения. Повреждения авто минимальные, люди не пострадали. На перекрестке улиц Тенистая и Пионерская столкнулись Toyota Vitz и Toyota Mark II. Vitz двигался по главной, а Mark II выезжал с Пионерской на Тенистую, не предоставил преимущества и допустил столкновения. Люди не пострадали, у авто повреждения значительные. В районе пересечения улиц Амурской и Пионерской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель БМБ выезжал со двора задним ходом на улицу Амурскую. После того, как он выехал на крайний правый ряд, намеревался развернуться в обратную сторону по Амурской в направлении Загородной. Не убедился в отсутствии помех, начал маневр, не пропустил из Сузу Форвард грузовик. Грузовик ехал по Амурской в сторону Первомайской, ударил БМВ в водительскую дверь. Водитель БМВ растерялся, не успел затормозить. Он утверждал, что у него отказали тормоза. Покатился и ударил автомобиль Мазда Бонго Фрэнди, выезжающий с другой стороны проезжей части. У автомобилей серьезные повреждения, люди не пострадали. ДТП с участием автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota Ipsum произошло на пересечении улиц Северная и Политехническая. Оба авто двигались по путном направлении друг за другом. Ипсум впереди, а Pajero позади. Водитель Ипсума по каким-то своим соображениям затормозил, хотя ехал по главной, чего не успел сделать водитель Pajero, и произошло столкновение. Обошлось без пострадавших. Повреждения авто незначительные. Напоминаю, что наши выпуски вы всегда сможете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Компания «Макс Интер» экономит ваше время. Целый комплекс товаров и услуг в одном месте. Аккумуляторы и запчасти, моторные масла и спецжидкости, а также шины и автосервис. Компания «Макс Интер» всегда в движении. Улица Богдана Хмельницкого, 77.